КОНСТАНТИН ЧИТ ТЕЙКС 4 ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ОЗВУЧЕНО ПРОВОДНИКОМ ПРИ ПОДДЕРЖКИ СПОНСОРОВ ПЕРЕСАДОЧНОЙ СТАНЦИИ И НАПИТКА ИЗОНИУМ Я просидел за учебниками до начала третьего ночи, но уменьшившийся вес на два килограмма однозначно указывал на то, что опять что-то пошло не так и умнее я не стал. Проверочная работа, устроенная на практических занятиях преподавателем, лишь подтвердила отсутствие результата. Не выспавшийся и раздраженный, я не смог вспомнить ничего из изученного и успешно сданного еще в прошлом году материала. Вереница опытов, потянувшаяся вслед за этим, вымотала меня куда как сильнее, чем я мог себе представить. Не понимая, как это работает, я пробовал разные подходы, радуясь, когда задуманное совпадало с теорией, или сильно нервничал, если не получал желаемого результата. Где-то через две недели мой вес окончательно перестал уменьшаться, и более того, я даже прибавил полкило с последнего взвешивания. Ольга, привет! Вереница, привет! Достав 7 шариков, которыми жонглировал в последнюю неделю для развития ловкости пальцев, я перешел в режим форсаж. Имея возможность не терять из вида быстролетящие предметы, ловить и подкидывать их не составляло труда. Впрочем, мне еще было куда развиваться, и я двигал запястьями, постепенно увеличивая радиус контролируемого пространства. Помимо улучшения подвижности пальцев, с моим телом произошли и другие изменения. Ускоренное восприятие мира получило очередное изменение, но далеко не такое, какое я бы хотел. Если мой мозг получал слишком много информации, то вместо головной боли, как тогда в ночном клубе, теперь мое зрение сужалось, становясь туннельным. Научившись контролировать включение и выключение форсажа, я считал подобное ограничение видимости ущербным и пытался заставить себя научиться расширять кругозор, хотя бы даже в ущерб качеству или самочувствию. «Где-то учились, молодой человек?» Остановившийся у моей скамейки мужчина заинтересованно смотрел на то, как мелькают оранжевые шарики в моих пальцах. «Нет, что вы, я самоучка!» Прекратив жонглирование, я смущенно улыбнулся. «Неплохо, очень неплохо!» Явно расстроившись, что я прекратил жонглировать, мужчина затянулся в сигареты и выпустил струю дыма в сторону. «В жизни всякое может пригодиться!» Не зная, что еще сказать, заполнил я возникшую паузу. «Оно так, да, но в карты я бы с тобой не сел играть!» Хохотнул он, после чего посмотрел куда-то в район верхних этажей роддома и отошел. Поразмыслить о пришедшей на ум идее азартных игр я не успел. Пиликнувший телефон известил, что Оля освободилась и я могу к ней зайти. Поздоровавшись, я как можно убедительнее рассказал ей, что очень нервничаю в последние дни и не могу нормально жить, зная, что во мне что-то живет и пожирает меня изнутри. Нет, их нет, я все посмотрела тремя способами. Проведя какие-то свои измерения, Ольга с неподдельным сожалением в голосе сообщила мне радостную новость. «Я не знаю, куда они пропали, как, впрочем, не знаю, как они попали в твой организм». «Ты не представляешь, насколько мне стало легче». Играть роль обеспокоенного своим здоровьем человека было несложно. Толстое телосложение априори вызывало у разговаривающих со мной людей сострадание и жалость. «Юра, может быть, теперь ты мне расскажешь, где живет эта знахарка? Мы с Гариком пару раз ездили за город, но никого так и не смогли найти». Девушка по новой начала старую песню. Кое-как отговорившись, я покинул лабораторию. Стоило захлопнуться двери за моей спиной, как счастливое выражение стерлось с моего лица. Все планы и чаяния рухнули в один миг, разбившийся простой факт отсутствия так нужных мне микроорганизмов в доставшемся от природы теле. Бля, не смог сдержаться я. Пара дней прошли в глубокой хандре. Делая необходимые дела, такие как еда, учеба, гигиена, я существовал, но не жил. Все мои мысли находились в вымышленном мире. Именно там я тренировал свое тело, становясь круче вареных яиц. Количество мыслей о допущенных мною ошибках буквально затапливало мозг. И я даже принялся их записывать, создавая никому не нужное теперь пособие по раскачке. «Никиф Никифыч, здравствуйте!» Проснувшись утром воскресного дня, прямо в кровати меня осенила гениальная в своей простоте мысль. «Юра, давно тебя не было видно!» Искренне обрадовался торговец. Поговорив о том и о сём, я узнал о новинках в индустрии здорового питания, а также о том, что старички долго сетывали на то, что я перестал ходить на лекции. «Кстати, как там браслеты? Продажи идут?» Выждал я удобный момент для заготовленного вопроса. «Убыточный товар!» Махнув рукой, Никиф Никифыч обозначил своё к ним отношение. «Я, кстати, по этой теме кое-что выяснил. Как можно более нейтральным тоном врал я. Переписывался со студентом из Китая, мне по учёбе было нужно. Разговорились, и я случайно узнал, что его дядя точно такой же браслет носит». «О-о-о!» Почувствовав прибыль, оживился торговец. «Берёшь на прежних условиях?» «Нет, давайте я один возьму. Как я понял, браслет в Китай придётся отправлять. Для активации. Вроде как только там это можно сделать». Внимательно слушавший меня Никиф Никифыч расстраивался буквально на глазах. За долю малую дядя-китайца вроде согласился помочь «Если всё получится, можно будет и остальные провернуть, но уже потом». «Ты мой спаситель!» Сделав хорошую мину при плохой игре, выговорил мужчина. Впрочем, его радость никак не повлияла на цену. Продать браслет он согласился только с 50-процентной наценкой. Отдав 16 тысяч, я сунул картонную коробку в пакет. На этот раз заводская упаковка была нетронутой. Её ещё никто не открывал и не примерял содержимое на свою руку. «Колян, есть время?» Позвонил я другу, находясь на подходе к подъезду своего дома. Долго уговаривать парня не потребовалось. Единственный друг оставался другом именно из-за того, что всегда был готов отложить свои дела и помочь. В отличие от меня, Толстяка, Колян был худ, чем и отличался от основной массы наших сверстников. Испытывая на себе избыточное внимание во дворе и в школе, мы невольно сдружились, помогая друг другу по мере сил и возможностей. «Ты уверен?» Перед тем, как приступить к установке удалённого мною программного обеспечения на компьютер, Колян внимательно посмотрел на мою грузную фигуру. «Я тебе, конечно, верю, и если ты говоришь, что всё продумал, то так оно и есть, но...» «Действие браслета исчезло ровно через десять дней. Я каждый день на весы встаю, похлопав себя по плотному животу, усмехнулся я. «Так что ещё раз повторим процедуру, и от очередных десяти килограмм жира не останется и следа». «Хм, может и мне такой браслетик одеть?» С улыбкой пошутил Колян, скопировав похлопывание ладонью в районе живота. «Одену наизнанку, глядишь, десяток другой массы прибавится». Установка и запуск приложений во второй раз заняла ещё меньше времени, чем в первый. Убедившись, что всё работает, друг дал сигнал, и я захлестнул податливый металл вокруг запястья. Как и в прошлый раз, концы гаджета сплавились, не оставив даже намёка на шов. «Слушай, Юрец, а может тебе подольше его поносить?» Задумчиво глядя на браслет, предложил Колян. «Как-то нерационально это всё. А в институт как я буду ходить?» Обдумав предложение, я озвучил первую из пришедших голову проблем. «Браслет же сигнал будет передавать. И к чему он подсоединится, и куда что передаст, когда я буду на учёбе?» «Да, передаст-то нам не надо!» Пошутил Колян, но я давно его знал, и задумчивый вид, с которым он смотрел на браслет, намекал, что друг увидел перед собой проблему, и задумался, как её решить. Несмотря на уверенный голос, в душе я вовсе не был уверен в том, что судьба нового браслета должна в точности повторить путь своего предшественника. На самом деле, учёбой в институте можно было вполне пренебречь. Решаемые с помощью микроорганизмов проблемы были куда как существеннее и важнее, чем те, что я мог заиметь за пропущенные лекции. «Ты где был?» С таким вопросом подскочил ко мне Мельников. Стоило появиться в институте спустя два дня прогулов. «Андрей из-за тебя чуть стрелку не перенёс, чтобы сегодня после занятий никуда не пропадал. Подходи на парковку, мы там будем!» Вывалив всё это скопом, мелкий и шустрый парень свалил в направлении деканата. Я как стоял, так и остался стоять, переваривая услышанное. Увлечённый своими делами, я стал как-то подзабывать и об Андрее, и о своём обещании постоять рядом, если понадобится. То, что парень из-за меня якобы чуть не перенёс с кем-то там встречу, хоть и грело самолюбие, но вряд ли было правдой. «Соврёт, недорого возьмёт», – подумал я о Мельникове. Кстати, после того случая мелкий больше ко мне не приставал, делая вид, что не замечает, если мы оказывались рядом в стенах помещения института. Саня, который не мог этого не заметить, пару раз даже пытался выяснить у меня, каким образом мне удалось этого достичь, на что я недоумённо пожимал плечами и разводил руками в стороны. Сам Саня перестал на меня обижаться уже на второй день после произошедшей в кафе размолвки, и мы, как и прежде, сидели на лекциях рядом. «Спереди садись!» Махнув рукой в знак «Приветствие», Андрей указал в сторону раскрытой Настеж пассажирской двери. «Ок!» – не стал возражать я, так как ещё, подходя к уже знакомой чёрной БМВ, пытался сообразить, каким образом мы все поместимся в её салон. «Витю ты знаешь, Смельником знаком, а это Васян!» Забираясь на водительское место, Андрей представил набившихся втроём на заднее сиденье парней. Юра, скосив глаза и чуть повернув голову назад, представился я. «Винни-Пых, знаем!» Ответили они хором, после чего заднего ряда раздался дружный смех. Ехали мы на этот раз почти час, в результате оказавшись в каком-то дворе заброшенного завода. Окинув взглядом окрестности, я вполне оценил уединённость места, и мои догадки получили очередное подтверждение. Чтобы окончательно убедиться, что всё понимаю правильно, я протянул левую руку к Андрею, раскрытой ладонью вверх. «В бардачке!» Правильно истолковав мой жест, парень кивнул на торпеду. Чтобы справиться с опускающейся вниз крышкой, мне пришлось открыть дверь и выставить ноги наружу. Только после этого бардачок открылся, позволяя просунуть руку и взять пистолет. Э-э-э-э... Невнятное мычание раздалось заднего ряда, после чего наступила тишина. Всю дорогу неугомонная троица громким шёпотом изгалялась, гадая о причинах, сподвигших Андрея взять меня на эту встречу. Управлявший машиной парень не вёлся на столь примитивный развод. Время от времени улыбаясь и кидая в мою сторону насмешливые взгляды. Дослав патрон ствол, я вернул предохранитель в прежнее положение. «Ну пошли!» Никак не прокомментировав мои действия, сказал слух Андрей. На встречу мы прибыли первыми. Ещё где-то через пять минут подъехал старый знакомый со своими парнями, после чего мы дружно стали кого-то ждать. Бритоголовый, как и в прошлый раз, жевал ярко-зелёную жвачку. Наблюдая за ним из-под тишка, я пришёл к выводу, что таким образом парень компенсирует нервы, найдя замену сигаретам. В отличие от Андрея и Бритоголового, парни из группы поддержки общались между собой куда дружественнее и оживлённее. Я же не стремился к общению, оставаясь от всех в стороне. Это невольно инициировало разговор о моей персоне. Трое подручных Бритоголового в красках расписали мои художества в прошлую встречу. Я, Дот, стоявший рядом с Андреем парень, первым заметил свернувшие с трассы к заводу машины. Поставленные, как придётся, наши авто представляли собой плохое укрытие в случае стрельбы. Я уже успел прикинуть, что и как буду делать в свете возлагаемых на меня надежд. Так что стал не за правым плечом Андрея, как он, возможно, ожидал, а чуть подальше и сбоку, улучшая сектор обстрела. Прибывшие были на трёх машинах. Оценивая общий возраст противников, я пришёл к выводу, что все они реально старше нас, причём минимум лет на 5-10. В бросаемых в нашу сторону взглядах читалась насмешка с лёгким налётом заинтересованности. Ни о каком напряжении среди прибывших говорить не приходилось. Парни были уверены в своей силе и вели себя соответственно. Бритоголовый встал рядом с Андреем, стараясь держаться ровно. Из столь малого поступка я сделал вывод, что главный среди наших всё-таки Андрей. Впрочем, я мог и ошибаться, так как абсолютно не понимал и не знал раскладов в их бизнесе. Но зачем звали? Вышедший вперёд был чем-то похож на Андрея. Вглядевшись, я даже заподозрил, что он его старший брат. Контейнерная площадка на Чугарова. Подтверждая догадку о том, кто главный, произнёс Андрей. «А не надорвёшься?» Усмехнулся говоривший. Пока шёл разговор, среди прибывших наметились лишние телодвижения. Основная масса вела себя ровно, за исключением двоих. Тот, что стоял ближе всех к своему боссу, обернулся и кивнул одному из скачков. Вернув кивок, тот похрустел бычьей шеей, после чего в развалочку двинулся в мою сторону. Переключаться на форсаж было ещё рано. Даже без своего умения я успел просчитать то, что будет далее. Параллельно отслеживая разговор, я с удовлетворением услышал предложение прибывших о том, что контейнерная площадка уйдёт под парней, если наш боец выйдет победителем против их бойца. В момент, когда все дружно повернулись в мою сторону, качок уже стоял передо мной, пытаясь выжечь мои глаза своим взглядом. Мы были почти одного роста, но именно что почти. Я оказался всё же выше, где-то на пару пальцев. И это, видимо, действительно бесило стоявшего передо мной качка. Ну чё, бля, как мериться будем, бля? Стоило наступить тишине в переговорах, как он её прервал, обрушив на меня отборный мат. Перейдя на форсаж, я на максимуме своих возможностей выхватил пистолет и вставил ствол в горло оппонента. Металл вошёл сантиметров на пять вглубь глотки, прервав поток брани и не позволяя более произнести ни единого слова. Переведя пистолет в боевой режим, я покосился на Андрея. Контейнерная площадка на Чугарова. Не растерялся парень, хоть и был ошарашен не менее остальных моими действиями. Пьянка, устроенная по поводу получения новой территории, проходила в очередном ночном клубе. Заняв длинный стол, мы уселись с дружной компанией. Парни Бритоголового и парни Андрея наперебой выражали своё мнение о том, как они теперь развернутся. О моём участии в переговорах почему-то старались не говорить. Минут через сорок разговоры сместились на тему за жизнь. В дикции появились пьяные нотки. Олег, ты опять пропустил? Возмутился Васян. Настоящий мужик должен уметь пить. Это кто тебе сказал? Интеллигентный на вид, один из подручных Бритоголового парень насмешливо скривился. Пойдём, пробежимся десять километров или подтянемся сорок раз. Когда сможешь, вот тогда я и соглашусь, что ты мужик. Не, мужик это тот, кто бабу до утра может ебать. Влез спор Мельников. Она такая вся и вся такая, а ты десять минут и всё. Фу! Это не от мужчины зависит, а от бабы. Бывают такие, что ты её как только не пользуешь, толку ноль. Озвучил своё мнение сидевший рядом с интеллигентом крепенький парень. А бывают такие, что ей член твой не нужен. Она сама в тебя до утра кончать будет. В разговор меня не вовлекали, а стоящая рядом со мной на столе пол-литровая бутылка водки имела отпотевшие бока. Не раз и не два, слышав и читав о том, что люди с большой массой тела могут перепить худых и лёгких, я решил, что ничего такого не будет, если налью себе стопочку вперёд остальных и выпью. Внеочередная стопка пошла хорошо. Следующая тоже. Через какое-то время бутылка опустела, и я потянулся за следующей. Тарелка передо мной эпизодически пополнялась закуской. Официанты в этом ночном клубе были на высоте. Через какое-то время за нашим столом появились девушки. Впрочем, рядом со мной никого не наблюдалось, и я придвинул к себе ещё одну бутылку. Ну и ладно. Очнувшись в собственной квартире, я прислушался к себе и понял, что ночевал в одиночестве. Похмелье, которого я невольно опасался, так и не наступило. Лёгкое недомогание, конечно, присутствовало, но ничего сверх того, что можно было бы перетерпеть, я не испытывал. Брошенный на руку взгляд отметил, что следы от ножовки всё ещё оставались видны. После того, как я спилил накануне браслет, кожа заживала далеко не так споро, как в прошлый раз. Помимо этого, была и другая странность, если можно так назвать несоответствие между ожидаемым и реальным проявлением воздействия браслета на моё тело. В те два дня, что я безвылазно сидел дома, вес тела хоть и уменьшался, но на совсем незначительную величину. Находясь всё это время в зоне покрытия Wi-Fi, мне оставалось лишь собирать статистику, чтобы домысливать то, как это на самом деле работает. Ага! Встав на весы, порадовался я исчезновению очередных двух килограмм. Впрочем, хмурое утро, как и тягомотный день, не принесли морального облегчения. Сегодня у меня был по плану спортзал, и я невольно нервничал из-за того, как там всё пройдёт. Составленный для самого себя жёсткий график не подразумевал послаблений в период работоспособности браслета. Оставалось мысленно собраться, послать всех нахер и идти в обитель мускулистых и подтянутых. Анаболики? Тестостерон? Неожиданно раздалось за моей спиной. Что? Не успев пройти мимо целой кучи гантелей, я повернулся к заговорившему со мной человеку. Давно забросил качаться, говорю. Мужчина всем своим видом показывал, что он тренер. Ну, я как бы в первый раз вообще-то. Всё ещё испытывая неловкость от нахождения в спортзале, ответил я. Геннадич! Протянув руку, представился он. Юра? Ответив на рукопожатие, я невольно ожидал, что мою ладонь сдавят в тисках. Однако, мужчина оказался адекватным и не стал демонстрировать свои возможности. Будучи пониже меня, но куда шире в плечах, тренер обладал рельефной мускулатурой. Окинув меня вдумчивым взглядом, Геннадич зачем-то отошёл подальше, после чего вновь подошёл. Хочешь сказать, что никогда не занимался? Прищурился он. Ни разу, подтвердил я. Пообщавшись, я узнал, что первое занятие бесплатно и Геннадич готов показать, каким железом и какими упражнениями, а также сколько раз нужно сделать, чтобы стать сильным. Однако, у меня была другая цель, и я вежливо попытался съехать с темы. Сила это масса на ускорение, произнёс я школьную формулу из курса физики, после чего похлопал ладонью себя по плечу и пояснил. Масса у меня и так есть, так что хочу подтянуть свои возможности в ускорении. Хмыкнув, Геннадич не стал меня переубеждать, очевидно решив по-другому доказать свою проводу. Отведя меня в угол зала, туда, где пол был выстелен упругими матами, тренер провёл тренировку. Сказать, что у меня получалось выполнять требуемые упражнения, мне не хватало совести. Скорее, я показывал своё намерение сделать то или иное действие, но никак не более. Ну, не так и плохо. Расслышав эти слова, я сообразил, что наконец-то наступил конец моим мучениям. «Хухухухухухухухуууууи». Расслабившись, выдал я и растянулся на матах. Во время тренировки занимающиеся в спортзале подкачанные мужчины и фигуристые девушки нет-нет да посматривали в нашу сторону, особенно когда какое-нибудь упражнение заставляло меня закряхтеть или охнуть излишне громко тренера это никак не трогала чего нельзя было сказать об моей персоне чего-нибудь хочешь участливо спросил геннадий присев рядом хочу такую же бутылочку кивнув на очередного культуриста задержавшегося в отдалении перед зеркалом и сделавшего несколько глотков и посуды с хитрой крышкой выдал я вот когда перестанешь потеть тогда и коктейльчик тебе подберем вполне серьезно отнесся к моим словам тренер и когда это будет неприязненно глянув на прилипшую к моему телу футболку поинтересовался я пол года год геннадий пожал плечами и встал передумав по небратски похлопывать меня по плечу на следующий день из-за устроенной накануне спортзале самому себе экзекуции все тело тянуло и ныло кое-как отсидев на лекциях я вернулся домой по обеду после этого я привычно развалился на диване по давней привычке решив поспать в середине дня опыт не пропьешь спустя еще 30 минут я проснулся без всякого будильника полчаса сна принесли облегчение голова стала более свежая и ясная поступках появилась решительность говоришь предела нет припомнил я сказанные вчера геннадичем слова вставая с дивана заниматься дома было не вариантом так как зная себя я был уверен что уже через 10 минут я найду причину отвлечься на что-нибудь лишь бы передохнуть между упражнениями а то и вообще на завтра послезавтра перенесу все мысленно разговаривая самому собой можно было говорить правду в будний день в спортзале народу было немного пройдя к выстеленному матами участку зала я постарался припомнить показанные накануне упражнения начав вначале неуверенно потом все более и более распаляясь я прозанимался почти целый час сегодня ты как будто более вынослив чем вчера раздался от края матов знакомый голос значит есть стимул махнув рукой в качестве приветствия ответил я подошедшему геннадичу девушка предположил он улыбнувшись в жопу девушек не желая откровенничать грубовато ответил я а мне больше традиционный секс нравится осклабился тренер впрочем несмотря на то что он ко мне подошел и стоял рядом давать советы или поправлять мои движения мужчина не спешил насчет оплаты мы с ним так и не договорились но альтруизмом судя по всему геннадич не страдал ладно если шо зови устав ждать а может и заметив кого-то более перспективного в денежном плане отошел от меня тренер пытаясь дотянуться кончиками пальцев до пяток просипел я в собственные коленки позанимавшись еще полчаса я наконец-то почувствовал что сил больше ни на что не осталось вытерев заранее прихваченным из дома полотенцем обильно текущий по лицу пот и я отпол сторонку присев на имеющуюся здесь скамеечку глянув на татами с неудовольствием отметил влажные разводы оставшиеся после меня на поверхности глянцевых матов впрочем подумав о том что когда они подсохнут ничего не будет видно я перестал переживать по этому поводу через пару дней с прихожей квартиры раздался дверной звонок я уже успел третий раз своей жизни сходить спортзал вернуться домой и начать готовить ужин кто бы это мог быть оставалось только догадываться и я прильнул к дверному глазку темный силуэт на фоне светлого окна лестничной клетки не внушал оптимизма да промаявшись бесплодных раздумьях кто это и что ему надо я все же открыл замок юрий с вами хотят поговорить произнеся это крепкий парень развернулся и двинулся вниз посмотрев пару секунд в удаляющуюся спину я прикидывал варианты своего поведения закрыть дверь и никуда не ходить было самым простым и наиболее разумным поступком только вот в моей жизни происходило не так много событий чтобы игнорировать шанс хоть как-нибудь ее изменить и сделать ее более насыщенной садись стоило выйти из подъезда на улицу как стоявший подле джипа давнишний парень открыл заднюю дверь на водительском месте никого не было еще один парень такой же крепкий как и первый стоял перед капотом черного кадиллака и безучастно посматривал по сторонам судя по всему увозить меня никуда не собирались так что тот кто со мной хотел поговорить вероятнее всего сидел в машине на заднем сиденье здрасте заглянув в салон я узнал приезжавшего на стрелку с андреем мужчину представившись алексеем мужчина начал разговор который через какое-то время начал меня напрягать все что он говорил было правильно но правильно с его точки зрения несмотря на свой возраст я уже успел избавиться от иллюзии знал что прав чаще всего тот кто сильнее физическая квинтэссенция силы при этом не имела значение хотя в данном случае и она была на стороне сидевшего рядом со мной босса так что видишь ты есть крайний подвел алексей итог из тех кто был на территории завода у тебя единственного был ствол и ты им там размахивал если бы что-то пошло не так всех отпустили бы за недостаточность и улик тогда как тебя закрыли бы по статье на несколько лет я молчал не зная что возразить оправдываться не имело смысла куда большее значение имела причина по которой со мной сейчас обо всем этом говорили поняв это я мог бы правильно себя повести выгадывая свой профит и не попадая в конфликт чужих интересов кстати откуда у тебя пистолет так и не дождавшись возражений с моей стороны спросил он андрей дал не стал я скрывать правды да младший брат все бандитов не наиграется алексей впервые улыбнулся за всю встречу и я наверное тоже посчитав что такой ответ ему понравится выдал я неужели готов стрелять в незнакомых тебе людей слегка удивился у меня было трудное детство так что внешний вид мускулистых уверенных в себе парней не вызывает пиетета скорее наоборот как мог обозначил я черченные собственной моралью границы могу с этим помочь но без оружия разумеется прозвучавшие слова наверное можно было рассматривать как предложение к сотрудничеству я вроде как с андреем напомнил я мой младший брат подставит тебя при первой же возможности сказав это алексей хмыкнул продолжил я знаю сам таким был но я его старший уже научился ценить и не разбрасываться людьми зачем я вам мысленно я уже дал согласие но соглашаться просто так было неправильно ты аномально быстро и более того ты крупный озвучил алексей мои достоинства после чего спросил а знаешь что самое главное для телохранителя успеть прикрыть клиента своим телом озвучил я услышанные от его же младшего брата слова и это правильный ответ улыбнулся алексей после того как кадиллак отъехал от подъезда я некоторое время простоял на одном месте осмысливая произошедшее мой бесцельно шарящий по двору взгляд зацепился за клубы дыма идущие салона припаркованный к обочине семерки двое парней что совсем недавно стебались над моими потугами на турнике сидели с растерянно настороженным выражением на своих лицах курите курите мысленно пожелал я парням и дальше спускать свою жизнь в унитаз воскресный день в зале оказалось два раза больше людей чем обычно с трудом найдя свободный шкафчик я переоделся после чего вышел зал уголок с матами сегодня был занят парочка девиц разложив коврики занимались растяжкой их движения были неспешны и плавны сообразив что еще не скоро смогу занять это место я оглянулся вокруг решая что делать недалеко от меня обнаружился геннадич тренер занимался с каким-то мужчиной объем пуза которого превышал даже мой размер раза в полтора недовольно отметив что судя по всему геннадич практикуется на занятиях с толстяками я окончательно решил не иметь с ним никаких дел лежащие под для меня гантели привлекли взор и я решил их немного потягать что на железо перешел несостоявшийся тренер подошел ко мне минут через десять девчонки угол заняли вот жду когда место освободится махнул я гантелями которые поначалу казались совсем не тяжелыми в сторону матов этих можешь не ждать они тут до вечера вертеться будут кивнув на девчонок косой взгляд обрадовал меня геннадич ну тогда так позанимаюсь положив на место ставшие неподъемными гантели ответил я пойдем покажу что делать видимо не оставляющий надежды заработать на мне денег тренер махнул рукой в сторону ринга до обнесенного канатами участка зала мы не дошли остановившись перед висящими с потолка грушами вот эту будешь пинать указав на самую толстую большую геннадич пояснил растяжка у тебя еще не скоро появится но нарабатывать правильную последовательность сокращения групп мышц и перенос центра тяжести тебе ничего не мешает прямо сейчас а уставившись на тренера ничего не понимающим взглядом я не нашелся что ответить провозившись со мной полчаса тренер в конце концов махнул рукой напутствовав напоследок не сильно усердствовать впрочем усердствовать при всем желании у меня бы не получилось выполнить показанные упражнения правильно казалось нереальным прикололся он надо мной что ли замечая насмешливые взгляды со всех сторон нервничал я задача которую поставил геннадич заключалась в том чтобы ударить висящую передо мной грушу своим животом сделать это надо было не просто так а в определенной последовательности в начале я должен был прыгнуть вперед оттолкнувшись от пола обеими ногами потом приземляясь перед грушей надо было качнуть туловище вперед ударяяя всей своей массой в спортивный снаряд после этого мое тело по идее должно приземлиться на обе ноги утратив инерцию разгона сколько бы я ни старался у меня ничего не получалось несмотря на добрый десяток попыток все заканчивалось тем что я ударял себя лицом об жесткую грушу уже приземлившись на пол и имея инерцию движения вперед спустя полчасика я решил закругляться окину взглядом на прощание зал как и предвещал геннадич две девушки продолжали валяться на ковриков не столько занимаясь растяжкой сколько залипая в экранах смартфонов остальные мужчины нет нет да и дефилировали в зоне их видимости поигрывая мышцами и делая небольшие глотки и своих фирменных бутылочек следующую неделю я посвятил повторению упражнений перемежая растяжку с отработкой удара животом по безответной груши навык форсаж при занятиях в зале не применялся из-за чего заслуги в успехах начавших появляться концу недели я смело приписывал себе впрочем никаких видимых улучшений в моей внешности не наблюдалось с одной стороны это расстраивало с другой радовало то каким я казался всем окружающим сбивала с толку вероятного противника и давала преимущество в момент неожиданности но еще мне бы хотелось иметь более спортивный вид в память о своих детских мечтах и комплексах то что мой вес не уменьшался оставаясь стабильным всю последнюю неделю внушало оптимизм и надежду согласно собственной теории микроорганизмы работали с моим телом перестраивая задействованные в тренировках органы давать себе день передышки чтобы убедиться что штамм все еще присутствует в организме я не хотел в конце концов когда я почувствую что больше не могу заниматься вот тогда и побездельничаю денек после чего проведу контрольное взвешивание с надеждой на уменьшение веса в два кило виниппых стой 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 идя по коридору института я был остановлен догнавшим меня мельниковым сегодня андрей подъедет надо смотаться кое-куда так же подходи не я больше в этом не участвую успел выговорить я до того как мелкий убежал по своим делам чё не ожидая ничего подобного парень даже растерялся не зная что сказать ты же ты же это просто передай андрею то что я сказал и все не имея никакого желания объясняться отмахнулся я впрочем разговора с андреем было не избежать как я и подозревал его старший брат ничего не сказал младшему предоставив мне самому отдуваться за сделанный под принуждением выбор я не сильно из-за этого кстати расстраивался так как уже успел понять что в жизни все стараются переложить свои обязательства на других более того я не знал какие между братьями отношения и почему младшему чтобы получить часть бизнеса приходится демонстрации силы доказывать свою готовность принять дела юра юра свернув после института к парковке я застал там всю компанию андрей поприветствовал я подошедшего ко мне парня мельник сказал что ты больше не с нами полувопросительно уточнил андрей я теперь с алексеем произнес я и видя что он не понимает о ком я говорю пояснил ты получил от старшего брата контейнерную площадку а я вошел в состав его команды ты ушел к моему брату решив что ослышался переспросил он да не понимая чего тут непонятного кивнул я но почему переварив озвученный факт парень набычился ты получил новую точку сбыта а что получил я не думая что разговор затянется я оказался не готов к обнародованию аргументов в свою защиту и сказал первое что пришло на ум ты же сам сказал что тебе это не интересно возразил парень поэтому ты мне подсунул пистолет перед стрелкой ничего не объяснив намекнул я о том что якобы догадался о последствиях которые могли бы быть в результате стрельбы от полиции я бы тебя отмазал но если не я то мой отец точно подтвердив мои самые худшие опасения спалился андрей разбирайся с братом я теперь его человек наконец-то сообразив как закончить этот разговор подытожил я несмотря на уверенность своей правоте возвращаясь домой я невольно ежился время от времени мне мерещились взгляды в спину а также казалось что вот та или вот эта машина едет по дороге слишком медленно и это неспроста нанервничавшись я решил сегодня никуда не ходить и остаться дома более того на завтра была назначена проверочная работа и следовало посидеть за учебниками утреннее взвешивание подтвердило что тх4 все еще присутствует в моем организме а умственные усилия остаются ими незамеченными уменьшившийся на очередные два килограмма вес достиг значения в 183 кило и я отметил что кое какая одежда на мне теперь висит как на вешалке надо заниматься оттянув двумя пальцами живот за кожаную складку я живописно представил себя разом избавившегося от жира и невольно вздрогнул от подобной картины однако в спортзал сходить сегодня не получилось помощник Алексей Илья позвонил на мой мобильник сегодня что-то намечалось и следовало быть готовым к пяти часам на мои вопросы он лишь хмыкнул туманно обронив что я сегодня разомнусь не хуже чем в спортзале с возвращением в реальность если вам понравилось наше путешествие в мир киберпанка то обязательно поставьте лайк напишите комментарий и поделитесь этим видео в социалах сетях ну а если вы хотите отправиться дальше то просто выберите одну из иконок на экране и как всегда до встречи в следующих мирах в следующих мирах